Всегда запомните формулу. Вы сами решаете, кому вам что дать. Если кто-то вас к этой мысли подводит, значит это манипуляция. А если вы сами решили, сердце ваше откликнулось, кому-то помочь, помогите. А если у вас вытягивают деньги на проекты на разные, допустим, давай вместе вот это делать, то тогда вам этого не надо делать, никогда не откликаться. Один ответ — нет. И всё. Решили вопрос? Да. Но это другое. То есть если продажи страдают, надо делать добрые дела. У вас продажи не страдают. У вас страдает возможность сохранить деньги. Это другое совсем. Вы мне неправильное задание дали. Это означает, что человеку рассудительность надо увеличивать. Изучение священных писаний. Разумное существование. Изучение священных писаний. Пытаться понять, что есть правильное действие, что неправильное. И так далее. Как правильно действовать в разных ситуациях. Это тоже важно. Знать свои какие-то проблемы. То есть это всё равно социальный слой жизни. Это может быть, допустим, или добрые дела такие, или добрые дела такие. То есть надо, если у тебя социальная просадка, допустим, не можешь выйти замуж. Это социальный слой жизни. И замужество, это означает социальная сила. Есть два вида красоты у женщины. Есть красота внутренняя. Она создаёт брак. А есть красота внешняя. Она привлекает мужчин. И красота внешняя тоже никуда не девалась. Если человек не включает её. Внешняя красота это не означает накраситься до потери пульса. Внешняя красота означает активность человека. В чём жизнерадостность женщины заключается? Вот жизнерадостность в чём её заключается? Вот мужчина жизнерадостный, он как выглядит? он. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он такой радуется, да? Радость. Он самодостаточный, жизнерадостный мужчина. Самодостаточный. Веселый такой, жизнерадостный. Так? Женщина есть жизнерадостность или нет? Или она печальная? Как она выглядит? В чем же? Нет. Ну, ближе, да, социальная правильность. Но есть четкое определение, как вы его поймете, женщины, сразу все станете красивыми. Женщинерадостность означает красота жизни. В чем она выражается? Любовь людей. Правильно. Все, любовь к людям. Учитесь любить людей. Вот красота женщины в чем заключается? Она обожает людей. Все, она красива. Красиво означает обмен энергии любви. Что любить. Если замужем, может, тогда любить своих мужа, детей, родственников, всех. Если не замужем, всех любить. Социальная активность. Любить людей. Радоваться им. Так. О, привет. Все. Все сразу на вас будут смотреть. Женщина передает себя сильно очень. Она влиятельный человек в обществе. Все женщину считают хорошим человеком. Все на земле. Вот каждый человек женщину считает хорошим человеком. А если она еще любит людей, тогда красивым человеком уже. Но за замужним девушкам этим увлекаться не надо. Надо скромнее себя вести. И больше радоваться близким, чтобы углублять отношения с ними. Потому что замужней женщине надо вкладываться в отношения с близкими. Иначе не будет счастья. Женщина это человек, который очень сильно, глубоко нужны близкие отношения. Близкие отношения означает вкладываться, радоваться и любить близких. Тогда развиваются близкие отношения. Он чувствует удовлетворение в жизни, счастье. А если она всем радуется вокруг, но близких сил не остается, тогда где счастье? Она распыляется просто и все. Итак, первое это духовная составляющая жизни. Второе социальная. И третье психофизическая составляющая. Духовная составляющая, духовная практика, социальная составляющая страдает. Это что значит? С работой проблемы, положением в обществе проблемы, семьей проблемы, с детьми проблемы, с родителями проблемы. Это социальная составляющая жизни. Лечится тем, что человек настраивается правильно на людей отвлекается от своей проблемы и настраиваться правильно на людей вот если нет денег значит думаем о деньгах чем больше думая на деньгах тем меньше денег замкнутый круг если мы настраиваемся правильно на людей то тогда решается это замкнутый круг если допустим положение в обществе страдает должен уважать на часть старших уважать власть уважать культуру в которой ты живешь и это уважение ведет тебя в себя в структуру уважения структура уважения к этой стране это структура власти они транслируют те кто находится власть транслирует уважение к культуре к стране они друг другу доверяют если человек человеку не доверяет он не может удержаться у власти и это опасно его держать у власти, потому что он будет что-то делать не то. Поэтому всегда там верность и правильное настроение, которое в конце концов идет к Богу в данной стране. Бог ставит человека в соответствии с культурой, с нацией, с особенностями. Он, этот человек, находит себе таких же верных людей. Потом дальше вот это называется паутина власти. Если ты хочешь к власти, тогда ты должен эти правила, законы соблюдать. Если ты решил, что я хочу быть у власти, но всех буду ненавидеть и добиваться своего, то ты тогда создашь революцию в этой стране. И она, вся паутина власти будет разрушена, и она создается в течение 10-15 лет, не быстрее. Это значит, 10-15 лет все люди в этой стране будут страдать. У нас структура власти была разрушена в 905 году. 50 лет войн. В Украине структура власти была разрушена. Сейчас что мы видим? Страдания у людей. Вот, поэтому важно понять, как это работает. То есть ты хочешь власти, тогда пожалуйста. Если хочешь, допустим, славы, будь полезен. Что дает человеку устойчивость в жизни? Деньги, власть и слава. Три направления. Слава — это люди ученого склада, те, которые дают знания, тренера, ученые, священники, педагоги. Это первая категория людей. Им нужна слава. Нужна слава означает, будь полезен. Делай для людей то, что им нужно. И ты станешь устойчивым в жизни. Социальная сила этой категории людей достигается полезностью в обществе. Если у тебя вторая категория, ты хочешь власть или управлять людьми, тогда ты должен уважать законы страны, уважать старших, родителей своих уважать, уважать вообще в целом старших, уважать культуру страны, веру. И тогда ты будешь социально лестницу подниматься вверх. У тебя будет возможность руководить людьми, управлять. Власть. Достигаешь власть. И третий категория деньги. Если ты хочешь богатства, тогда заботься о людях. Полезность, уважение, забота. Три силы, которые человек себе должен культивировать для того, чтобы у него социальная сила была. Кроме этого, надо культивировать себе желание отвлекаться от себя и своей семьи и служить обществу. На разных уровнях, как угодно, как тебе нравится. Можешь газончики возле двора копать, можешь кормить людей, там участвовать в каких-то благотворительных процессах, можешь помогать соседям? Или просто участвовать там, как одна девушка ходит в кошачий приют и помогает животным? Ради Бога! Вот что тебе больше нравится? И твоя социальная сила будет расти, крепнуть. Если ты зациклен только на своей семье, своих делах, то никакого возможности у тебя иметь социальную силу не будет в этой жизни. Потому что есть социальная сила, это как мышцы. Вот девушка, допустим, любит людей, у нее есть мышцы, копятся мышцы, сделать так, чтобы один из этих людей стал ее мужем. Она обладает такой силой, потому что она очень активная социально. Но если она сидит там, допустим, дома, хочет замуж, мечтает. Ей еще к психологу сказали, что надо визуализировать. Можно сидеть, визуализировать. Это тоже мечтает, только более шизофренично. Вот. Тогда никаких шансов просто. Поэтому каждый человек должен задуматься как он живет. Для этого вы пришли на лекцию поизучать эту тему. Достанется? Достанется? Вряд ли. Нет. Что значит вряд ли? Вообще нет. Она должна менять образ жизни. Должна выходить на улицу, хотя бы показать себя такую красивую, а не сидеть мечтать там в телевизоре. Вот. А еще лучше радоваться людям, что-то делать полезное, заботиться обо всех. Вот надо это делать. Если замуж хочешь. Деятельность, допустим. Человек говорит, я не могу удержаться на какой-то работе. Любовь к труду. Ты хочешь зарплату, работать не хочешь. Все. У тебя ничего не получится. надо побыть на одном месте поработать какое-то время или полюбить труд, привыкнуть, что ты вот работаешь, ты как бы пользу людям приносишь. Потому что есть люди, которые не любят, не хотят приносить пользу. Они не включены в этот процесс. Я мужчин таких называю ватрушками. То есть он дома сидит, я не могу найти себе работу. Но тебе надо включиться. Включение у мужчины начинается через спорт. у женщины через искусство. У женщины когда рисует, поет, танцует, она свою красоту всем научится предоставлять. Через рисование, через пение, через танец, через художественную гимнастику она свою красоту всем показывает. Ей сложно будет выйти замуж? да нифиг делать. Потому что она себя показывает всем, она на виду. Все, ей легко. Мужчина, чтобы включить себя в деятельность, нужно включать волевой фактор. У женщины красоту, у мужчины волю. С чем это связано? Почему? Это связано с тем, чего человек хочет в жизни. Вот, допустим, девочка, она маленькая, еще только недавно родилась такая. Она что показывает всем, транслирует, что? Я хорошая, я хорошая, я хорошая. Всем показывает. Гармонию, создаёт гармонию с окружающими. Она хочет гармонично жить со всеми, чтобы хорошо всё было. И она показывает, транслирует гармонию. Мальчик транслирует гармонию? Да ему пофиг. Если его спросить, ты хороший, он скажет, нет. По-разному зависимости от ситуации. Но им это не интересует. его интересует, чтобы он смог добиться своего. Мальчики, если очень активный мальчик, если он не сидит вот так вот замороженный и смотрит компьютерные игры, а это, кстати, проблема. То есть, ребёнка надо включать в жизнь. Мальчика, он должен добиваться своего, он должен хотеть чего-то, требовать, идти, добиваться, сражаться, помогать. то есть, сначала это выглядит как упрямство, да, если ребёнок маленький, очень упрямый, мальчик, везде лезет, это значит, что у него нормальная мужская природа включена, это хорошо. Потом он с этим разберётся, он сможет уже правильно это использовать в жизни, если его родители научат. Если он добивается в компьютерных играх своего. Он не включен, потому что, ну вот у мужчины есть два варианта заниматься сексом. Один, женщинами, второй не буду озвучивать. Как-то думаете, второй, когда это включен мужчина или нет? Нет. Нет, всё так. Вот, поэтому вот тут же сам мысль здесь, такая же система тоже. Человек не занимается деятельностью в контакте с людьми. У него воля работает на очень слабых мощностях. Чтобы от людей что-то добиться, надо сильно включиться, а от компьютера добиться там нефиг делать. Сидишь, ну, мощности не хватает, понимаете? То есть активность. Там ты человека увидел, допустим, ты в карате там на компьютере играешь и побеждаешь всегда там, у тебя там ду-ду-ду-ду-ду-ду, всё. Как человек увидел, летят, и всё, картинка выключилась. Мощности не хватает. Понимаете? То есть надо включаться в жизнь, в реальную. Виртуальная жизнь — это вообще не жизнь, это за тебя живёт компьютер. Ты проживаешь зря время, то есть время тратишь просто зря. Но это включение ребёнка — это отдельная тема. Там есть три этапа. Первый этап — ты сам начинаешь включаться. Второй — показываешь ему, как тебе хорошо жить. А третий этап — он завидует, начинает делать то же самое. Всё. Вот так надо делать. Через свой примет. По-другому никак человеку помочь невозможно. Особенно ребёнку. Если отец смотрит хоккей, ребёнок — компьютерные игры, ну как бы разницы большой нет. Итак, есть социальный слой жизни. первое. Надо знать, что когда плохой период наступает, тебя приковывает к себе. Ты начинаешь сильно думать о себе, о своей жизни, о своих близких. Отключаешься от общества. Противостояние — это не давать себе погружаться в своё. Будь активным внешне, пытайся всем помогать. Чем больше ты как бы погрузился в свою жизнь, тем меньше у тебя возможностей иметь что-то от этого общества. Это понятная вещь. И конкретика нужна тоже. Конкретику я вам рассказал по природе человека. есть природа давать знания людям, человек даже программистом или учёный, преподаватель или тренер. Эта природа означает нужна слава человеку. Нужна слава, чтобы он был успешным. Слава означает будь полезным. Вот так женщинам надо помогать. Они спонтанные. они что-то делают, мужчина тихонечко взял исправил. Не надо ей говорить ты дура там. Надо просто взять и поставить на место. Также дети помогают, женщины детям помогают тоже. Они берут и помогают просто. Это называется забота. Не указывая на то, что произошло, просто раз поставили и назад. Дети тоже так, женщины. Мужчинам точно так же надо забыться. Потому что в какой-то области мы все дураки. Мужчины в чем дураки? Они неуклюжи. Взял за камеру задел или за угол в квартире. Я постоянно углы сшибаю дома. Мужчин неуклюжи. Тоже кажется дурак. Или упрямый. То есть у мужчины природа. Он упертый. Он в одну сторону идет, его трудно свернуть. Кажется тоже дурак. На самом деле природа так работает. Это понятно. То есть у каждого есть своя природа, надо ее учитывать в отношении. Итак, мы с вами говорим о трудностях судьбы. Мы начали с того, что трудности это судьба означает бить куда-то она будет. Она бьет, если непреодолимая судьба приходит, проверки всякие, муж уходит, болезни тяжелые, плохо себя чувствует человек постоянно, ему плохо, это значит, что нужна молитва. Не преодолимая сила, которая включилась в жизнь. Война, там, на войну забрали. Непреодолимая сила, молитва. Если социально ты чувствуешь, ну, не хватает тебе там денег, жизнь не налаживается, там, с детьми проблемы, с родителями проблемы, значит, надо от себя и своих оторваться и действовать на благо других. Я просто вам простые схемы какие-то говорю, а что именно делать, уже надо разбираться подробнее в этом вопросе. Если вы чувствуете, что вообще просто не справляетесь со своей жизнью, то проанализируйте, как вы себя ведете. Вы постоянно думаете о своей жизни. Вы постоянно думаете о себе, о своей жизни. А вот, допустим, взять Аллилуйя, что такое Аллилуйя вообще? Ну, так, вкратце Богу хвала. А на самом деле, если не вкратце, то это когда человек благодарит, а не анализирует. Вот можно жить, думать, думать о своей жизни, а можно просто говорить спасибо, за все. За что потом разберемся подробнее. Спасибо за все. То есть, человек переходит в зону оптимизма по отношению к своей жизни и зоны рассуждения. А зона рассуждения это патова ситуация, потому что судьба всегда хватает человека за память. Вот как определить, что плохая судьба пришла? Если ты просто в нерабочее время пришел домой и думаешь о своей жизни, о себе, это хорошая судьба? Началась плохая уже? Когда хорошая судьба, человек думает о своей жизни или нет? Ему некогда думать. Да. А что у нас интернета нет? Как зачем? Песни скачивать? Песни не могу найти? Сам спеть? Я так не всегда могу спеть. Сейчас я своему телефон подключу. Все изучено. песня «Песня» Чего, думает человек о своей жизни? Думает? Нет, не так хорошо. Другой вариант берем. Допустим, человек после работы думает о себе, о своей жизни, о том, что происходит. Это первая степень тяжести, потому что о работе он не думает. Работает. Если работа, есть время подумать. Вторая степень тяжести, более высокая. Он думает и на работе. Не может отвлечься. Третья степень тяжести, он думает и ночью, когда спит. Потому что вторая степень тяжести, он ночью засыпает. А если человек ночью не спит и еще не ест, то это называется шоковое состояние уже. И дни этого шокового состояния определяют количество стресса, который уже запустился в это время. То есть если человек не может есть и спать, то это уже начинается стресс. Это надлом уже психики идет. Поэтому так можно определить степень тяжести. То есть первая степень, на работе работ не думаю, дома думаю. Вторая степень, на работе думаю. Третья степень, думаю постоянно. А четвертая степень, меня сломала судьба. Все, я уже вообще ничего не думаю. Я просто... То есть это влияние судьбы означает притягивание человека внутрь себя. Он не может дать больше ни о чем думать, кроме своей жизни. Это означает плохая судьба. Как менять ситуацию? Нужно отвлекаться от себя и идти кому-то помогать. И ловить благодарность. Благодарность, вот эта благодарность, которую ты ловишь, она будет давать тебе энергию победы над судьбой. Самый простой способ это беседа, общение с друзьями. Допустим, пришла тяжелая судьба, ты вообще не можешь никому помогать, ты просто в ауте. И в это время ты... Единственный способ, ты думаешь, пойду к психологу, к астрологу. Нужно идти к тем, кто тебя любит. Потому что плохая судьба побеждается только присутствием Бога. Когда есть любовь, это значит, что Господь действует через отношения. Тебя любят люди, и туда иди. Допустим, они не специалисты в эту область, а тебе не нужны специалисты. Тебе нужно, чтобы твое сердце пришло в состояние покоя. Потому что есть два состояния жизни. Разумное существование. Вот здесь все спокойно, значит, у вас разум работает. Если здесь неспокойно, значит, не работает. Чтобы здесь было спокойно, для этого нужна любовь. То есть нужен какой-то человек, который тебя поймет. Не нужны советы, нужна сила. Советы ты сам себе дашь. Не все разберутся глубоко в твоей ситуации. Ты лучше всего ее знаешь. У тебя нет силы понять, что делать. Спокойствие нужно. Спокойствие берется от тех людей, которые по-настоящему вам верны. Друг беде не бросит. Вот пришла беда, все отвернулись. А один человек остался. Значит, Богом дан этот человек. И лишнего не спросит. Это значит, что он ничего от тебя не хочет. Он не мотивирован отношениями выгоды. Он просто любит тебя. Когда человек любит, то он по-настоящему что-то хочет от человека или нет. Нет, он просто хочет быть рядом, хочет заботиться, служить. Любовь — это божественная сила. Любовь бывает между мужчиной и женщиной, бывает дружеская любовь. Любовь между мужчиной и женщиной — это редкое явление. И она там своя тема, не будем сейчас ее обсуждать. Она включает сильно эгоистические мотивы, люди начинают очень сильно обижаться и так далее. А вот любовь между женщиной и женщиной, я не имею в виду, понимаете, да? Я имею в виду божественную любовь, не такую примитивную вот эту. То есть дружба — это выше, чем супружеские отношения. Дружба между людьми выше. Это более высокие отношения. И она связана с Богом всегда. Поэтому, когда нам плохо, мы идем к друзьям. Вам не холодно больше никому? Там холодно. Где холодно? Вон там. А кому душно поднимите руки? Уже никому не душно. Видите, кому-то душно. Вам холодно там? Вам холодно? Вот смотрите, у нас раз, два, три стула есть. Три стула там есть. Идите, кому душно, там есть три стула с той стороны. Здесь место есть. Здесь кто поднимите, еще рядом с кем есть места. Он делал, что уже даже шапки надели. Маховый хороший, ну переходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Ну никто вам не запрещает. Просто если мы сейчас заснуем в окры, все начнут зевать на лекции, им плохо станет. А может быть дверь закрыть, чтобы не было сквозняк? Не надо, чтобы был сквозняк. Не справляется вентиляция в зале. Ничего не сделаешь. Так действует судьба. Надо ее принять. Ну вы не принимайте, если вам холодно, вы пересядьте. Вам же все показывают, руки поднимают. Не бойтесь, пересаживайтесь смело. И сейчас все наладится у нас, все будет хорошо. А теперь поднимите руку, кому хочется на свежий воздух прям сидеть возле форточки. Вот туда идите все. Не смелее, прям идите, вам будет комфортно, кайфово. Я тоже вот, я бы с форточкой рядом сел и слушал, блядь. Кому нравится с форточкой, туда, кому не нравится, сюда и все. Вот так у нас. Миграция людей в природе. Ничего не сделаешь, нужен воздух. Давайте сейчас это сделаем. Спокойно, я просто напряг в зале чувствую, не могу лекцию читать. Теперь садитесь туда смелее, кому свежачок нужен, прямо смелее туда. Кому не нужен смелее, назад. И все, сейчас все наладим. Кому не комфортно еще от воздуха, кому или свежо, или жарко, поднимите руку. Кому душно, поднимите руку. Кому холодно, поднимите руку. Все счастливы? Да. Отлично. Завтра точно так же мы сначала от начали будем все пересаживаться. Все, я очень рад. Воздух есть, и люди, да, спокойно. Что делать, если вам плохо или нет? Ищите такого человека. Никогда не подойду к вам, зная. Зная, что есть верные друзья. Вспомни их, я вдруг станет раем. Бывает, что нужна духовная помощь. Тогда человек заблаговременно должен искать верных друзей среди верующих людей. Это очень ценный подарок. Вот представьте, допустим, у мужа и жены один наставник, которого они любят. У меня к вам вопрос. У них семья, в принципе, может развалиться или нет? Нет. Они ради него останутся вместе. Ради наставника своего. Он им скажет, если он наставник настоящий от Бога. Не от Бога человек разрушит семью. Одна монашка моя знакомая сказала, уходи от этого мужа, он другой веры. Я пришел к этой вере, своему другу, в этой вере, и спросил его, это что действительно так у вас? Он говорит, она демоницей, ее надо гнать из храма. Это его ответ был. То есть бывают люди неквалифицированные. Они не могут быть наставниками, потому что есть заповеди. Семью нельзя разрушать, какая бы она ни была. Это заповедь Бога. Никто не имеет права ее разрушать вообще в этом мире, потому что держит людей вместе Бог. Если вы мне скажете, что вы нашли себе в Екатеринбурге близкого человека, идите, найдите пять рублей сначала. Поищите, побегайте по городу, найдете. А человека вы нашли. Что дороже, пять рублей или человек? Вы не нашли, Бог вам показал. Бог создает любовь, Он открывает сердца людей, гармонию между ними дает. Это Бог все делает. И Он же держит потом людей. Человек говорит, я хочу уйти, отпусти меня. Говорит, я тебя не держу. Кто-то держит. Кто держит? Бог держит. Поэтому никто не может разрушать. Но судьба разрушает. Судьба — это энергия. Некоторые не понимают, что есть такая энергия, которая разрушает. Я свидетель. Я вижу эту энергию. Три месяца назад слабость появилась. Так? Вы мне говорили это? Поклянитесь мамой. Она мне не говорила. Три месяца назад слабость появилась. Я вижу у всех людей, как действует судьба. Если ты этим занимаешься, можешь видеть, понимать. Понимаете? Это энергия. Она создает проблемы в трех спектрах. Духовный, социальный и психофизический слой. Духовный лечится духовной практикой, социальный лечится теми вещами, которые я рассказываю сейчас. Нужно перестать думать о своей жизни. Сделать это очень смело, сильно и решительно. Для этого существуют добрые друзья. Иди и общайся с людьми, которые тебя любят. Иди на лекции. Иди на концерты, где нормальные песни поют. Есть всякие там... She crazy like her fool. About that they go. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. И пошло. Это crazy, crazy люди. Они не о том поют, что человеку реально помогает. Нужно какие-то настоящие, что сердце открывает. Не вот этот бред, вот этот весь. Боми. А низкий гемоглобин, на все откуда взялся? Ворчи вам сказали, мало железа жрешь. Надо жрать больше железа. Я видел людей, которые магнитят прямо. Настолько железо сожрают, все равно гемоглобин низкий. Потому что он не может усваиваться. А причина, что он не может усваиваться, это нехватка энергии в организме. И нужна энергия определенная, которая гемоглобин усваивает. И этой энергии не хватает. Вот в чем прикол-то. Сейчас тоже не хватает. Сейчас вроде все в порядке. Энергии не хватает. Да? Вы насыщили железом организм. А надо насыщить энергией, которая всасывает железо. И здесь есть два варианта. Один вариант. Насыщить матку сперматозоидами до предела, чтобы произошло зачатие. Второй вариант. Сделать яйцеклетку такой сильной, чтобы она хватала любой сперматозоид, который попадается на пути. Даже один, если будет в матке, все этого достаточно. Какой вариант лучше? Второй. Более надежный. Вы сейчас насыщили железом организм. А надо просто дать силу организму, чтобы он всасывал железо. И эта сила идет от длительного движения. С этим плохо. А? С этим плохо. Как? Тяжело с этим, да. Нету. Нету силы, нету движения, нету силы. Его даже ни длительного, ни длительного. Вообще никакого нет. Надо идти, моя хорошая. Идти, движение это жизнь. Давайте, ловите мандарин. А у меня мандарин нет еще. Давайте мне сюда допидаться мандаринами. Благословлять людей. Тут яблоко надо. Железо. Тут показатели все вновь. У меня яблок нет, у меня только мандарины. Почему вон яблок нет? Яблоки тут есть? Яблоки. Ну ладно, и все тут есть, ничего не надо. Я пересидел. Чуть-чуть. Не поможет, нужно движение. Потому что яблоки надо всасывать. Есть вот, когда сожрал и проглотил, это еще не всосал. Всосать надо движением, понимаете. У ней на третьем психическом слой блок динамический. И он не дает в кровь всасываться железу. Надо длительное движение совершать. Достаточно 2 часа 40 минут ходить раз в 4 дня. И через 3 месяца блок пробивается и заканчивается анемия. Классно? Расскажете врачам, да? Они вам поверят, да? Итак, друзья, любовь отвлекает от себя, реально отвлекает, легче становится жить. И это называется победа над судьбой. Человек думает, ну мне чуть-чуть полегче стало, неужели все решится? Да, если вот здесь легче становится, значит ты идешь вперед. Потому что есть разные стадии победы над судьбой. И первая стадия, вот здесь легче стало. И прямо один раз поговорил с другом, вот здесь легче стало. Все, ты побеждаешь судьбу. Второе действие, это оторваться от вот этой вот прикованности к своей жизни. Ходить, думать, думать о себе, о своей жизни. Наступила гуру, и что ж, пойду пройду. Думать о себе, о своей жизни. Надо что-то делать. Хотя бы людям желать счастья, улыбаться на улице как-то. Можно очень активно действовать в этом направлении, быть очень смелым человеком. Здесь нужна смелость, на самом деле. Смелость такая, смелость в радости. Это устойчивость к стрессам. Отвел жену в театр, вечером в субботу. Под домом покормил бездомных собак. Углупнулся прохожему на улице, просто так. Уступил место в метро пожилому человеку. Объяснил туристу, как найти мостную реку. Сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший. Пошел всем помогать. О себе будешь думать в это время? Нет. О себе не думаешь? Плохая судьба не может действовать. Все, это она нейтрализована. У меня есть одна знакомая, она не могла выйти замуж. Создала женский клуб. Для женщин одиноких, которые не могут выйти замуж. Как вы думаете, кто в этом клубе первая вышла замуж? Она сама. Все. Закон работает непреложно. Еще не только сейчас замуж вышла, еще и людям знания дает. Стала известным лектором тоже. Так работает эта сила. Нужно просто стать смелым. Включить вот эти рычаги. Первый рычаг – добрые друзья. Второй рычаг – я желаю всем счастья, помогать. Просто сначала я желаю всем счастья. Судьба что будет делать? Тебя обманули, тебя изнасиловали, тебя использовали, у тебя все плохо, люди плохие. Я желаю всем счастья. То есть, смотрите, есть зона мышления, есть зона благодарности. Что такое вообще все молитвы, которые существуют в этом мире? Самое первое – они выводят человека из зоны мышления о себе, в зону благодарности. Да, человек благодарен, ему надо о чем-то думать. Закрепляем материал. В примерном настроении есть песни для этого хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры субтитры Алексея Редактор субтитров, Алина Парусьев colour, Продолжение следует...